Девушки отдыхают Девять из них уже вступили в работу Одиннадцать новых мусоровозов Проходят регистрацию в настоящее время ГИБДД Футбольные потемки Матч чемпионата Бурнаула Был прерван за ходом солнца Первый раз при таких условиях играем Да вообще вечером как-то непривычно играть В эфире информационный канал Город В студии Елена Кузовкина Здравствуйте Сбор помощи восточным регионам Пострадавшим от наводнения продолжается По информации официального сайта Алтайского края Со ссылкой на глав Алтайсоцзащиту На сегодняшний день удалось собрать 1 миллион 251 тысячу рублей Напомним Сбор благотворительной помощи Начался в конце августа По инициативе губернатора Александра Карлина На призыв о помощи Откликнулись десятки предприятий Учреждения, организации И рядовые граждане Учителя, медики, пенсионеры, предприниматели Активное участие приняли и сотрудники Администрации Барнаула Железнодорожный район собрал почти 47,5 тысяч рублей Ленинский около 45 Центральный почти 40 тысяч рублей Российский детский фонд И краевое отделение российского Красного Креста Принимают не только деньги Но и канцелярию, постельное белье Резиновые сапоги, теплые вещи Для детей и взрослых Пожертвования можно отправлять почтовым переводом Информацию о счетах узнать В отделениях почтовой связи Администрация города готова и дальше Оказывать помощь бизнесу Сегодня об этом на Координационном совете По предпринимательству заявил сетименеджер Игорь Савинцев Уже не в первый раз заседания проходят В выездном формате На этот раз городоначальник и члены совета Посетили одно из молодых, но развивающихся предприятий Барнаула Здесь занимаются разработкой и созданием Светодиодных светильников по инновационным методам Участники встречи познакомились с технологиями производства Увидели современное оборудование Позволяющее производить офисный, уличный Промышленные светильники, прожекторы Ознакомились с ассортиментом По словам главы администрации Барнаула Встречи на таких предприятиях помогают предпринимателям Обменяться опытом, наладить сотрудничество А власти увидеть, что производится в столице края Поддержать начинающие предприятия Малого и среднего бизнеса Я сегодня еще раз подтверждаю, что мы в ближайшее время Со своими структурными подразделениями еще раз посетим Это предприятие И уже в рамках муниципального заказа Попробуем рассмотреть эту продукцию Применительно к нашей социальной сфере Школам, которые у нас есть, детским садам, учреждениям культуры, уличное освещение Градоначальник подчеркнул, что со стороны администрации Барнаула Предпринимателям продолжат оказывать поддержку в виде грантов Например, из бюджета города выделяют субсидию по 300 тысяч рублей Начинающим свой бизнес с нуля И если первоначально на этот стартовый капитал претендовали порядка 25 человек То сегодня свои проекты представляют в два раза больше горожан В завершении встречи Игорь Савинцев отметил Он всегда открыт для общения с предпринимательским сообществом И готов обсуждать темы развития бизнеса в городе Лариса Куренкова, Павел Лауренен, информационный канал «Город» Как и обещали, продолжаем следить за развитием ситуации Вокруг Барнаульского полигона бытовых отходов Сегодня наш корреспондент Илья Кочетков побывал на месте И постарался прояснить ситуацию Городской полигон твердых бытовых отходов Настоящий стратегический объект За одни сутки сюда привозят 5-6 тысяч кубометров мусора Страшно представить, что будет с барнаульскими дворами Если хотя бы один день полигон не будет работать нормально А ведь недавно ситуация была на грани Живители жаловались на нерегулярный вывоз мусора А на въезде на полигон выстраивались очереди из мусоровозов Ситуацию удалось переломить, когда к его управлению Приступила компания, созданная администрацией города Между тем, как нам рассказало нынешнее руководство Предыдущий владелец не захотел так просто отпускать бразды правления И три дня назад попытался вернуть себе контроль над полигоном По установлену немножко дальше там вагончик беленький стоит Значит, который есть И сделать попытку перекрытия дороги Мешать нормальной работе полигона Значит, внести дезорганизацию Ну, в какой-то степени холост может быть В то, чтобы здесь опять выстраивали среды машин По словам Юрия Музюкина, предыдущий владелец Даже сейчас пытается заработать на непринадлежащем ему объекте Реализуя талоны на вывоз мусора Нынешнее руководство пропускает такие машины Только за тем, чтобы не создавать пробки из автомобилей на въезде Впрочем, нас заверили, что сейчас делается все Чтобы разрешить конфликт законными методами Да и некогда воевать, надо работать Тем более, что автопарк пополняется новой техникой Купленной за счет городского бюджета Приобретено сегодня 20 мусоровозов 9 из них уже вступили в работу 11 новых мусоровозов Проходят регистрацию в настоящее время в ГИБДД И в ближайшее время приступят к работе И будут вывозить бытовые отходы С улиц города Барнаула Приобретено сегодня 2 самосвала Один погрузчик А вот еще одна новинка Уникальный каток-уплотнитель Это грозная На вид машина способна за один проход Передвинуть и разровнять до 50 кубометров мусора Такой техники здесь еще не видели Все это позволит сделать работу полигона Более эффективной наряду с новыми мусоровозами И контейнерными площадками Напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции Если вам удалось снять любопытное видео Это не обязательно авария или пожар Звоните нам по телефону На этот же номер вы можете звонить В случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента Чтобы решить ваши проблемы Мы ждем ваших звонков Напоминаем мобильный телефон нашей редакции Награды получили достойные Сегодня губернатор края Александр Карлин Наградил победителей краевого конкурса Ученых и студентов Участвующих в решении задач Социально-экономического развития региона Хотя это интеллектуальное соревнование На Алтае проводится в четвертый раз Интерес к нему не угасает Об этом и не только расскажет Ольга Калачева В традиционном обзоре новостей социальной сферы Несколько месяцев тому назад Вы знаете, Алтайский край принят На площадке, это произошло Петербургского экономического форума В ассоциацию инновационных регионов Российской Федерации Сегодня Ассоциация объединяет Менее полутора десятков Регионов России При этом это регионы Которые показывают наиболее высокие темы Социально-экономического развития А заслуга в этом, в том числе И научного сообщества Алтая Сегодня отметил губернатор Лично наградив лучших Дипломами и премиями Кстати, они вручались по трем направлениям Естественной науке, гуманитарной, технической И в пяти номинациях Профессор года, ученый, молодой ученый Преподаватель и студент Всего на победу в этом конкурсе претендовало порядка 90 человек В основном из классического и технического университетов Такой интерес вполне понятен Во-первых, это признание заслуг А во-вторых, солидное денежное вознаграждение К примеру, профессор года получил 75 тысяч А ученый 60 У меня обе дочери Ну, одна из них выезжает сейчас за границу И я хочу потратить деньги На то, чтобы она продолжила Своё филологическое обучение В Германии К другим темам К встрече Олимпийского огня Автобусные остановки в Барнауле Заметно преобразятся В мэрии обещают Сделать павильоны из прочного стекла И существенно увеличить их размеры Первый уже установили на проспекте Красноармейском Насколько он удобен, сегодня мы предложили оценить барнаульцам Мне нравится Нравится, что крыша есть В случае дождя можно укрыться Ну, я бы сказал, что здесь единственный недостаток Это вот три трубы, нет сплошной Всё-таки сидеть неудобно То есть, немножко непродумано А так вот, обзор очень хорошо То есть, ты видишь А эти женщины сегодня оценивали работу городского центра занятости В Барнауле прошла традиционная ярмарка вакансий Было приглашено порядка 500 жительниц Барнаула И 10 работодателей Скажу сразу Работу нашли порядка 50 соискателей Остальные по-прежнему пожелали остаться безработными Кого-то не устроил размер зарплаты А кого-то предложенные вакансии В продолжении темы Ещё об одной ярмарке, социальной Она пройдёт в эту субботу, 14 сентября Добро пожаловать! Ольга Калачёва, Николай Шилко, информационный канал, город Сегодня гость нашей студии Александр Иванович Пугач Председатель комитета по развитию предпринимательства Потребительскому рынку и вопросам труда Здравствуйте Здравствуйте Заждались горожане социальной ярмарки Расскажите, сколько производители примут участие в этот раз? Какую продукцию представят? И наверняка будет много овощей, нового урожая Ну, то, что заждались, наверное, горожане Это действительно так Потому что поступает очень много звонков Приёмного комитета, администрации города О том, когда начнутся ярмарки Они действительно начинаются в эту субботу 14 сентября С 10 часов Но у нас горожане приходят раньше И, в принципе, мы раньше начинаем торговать Буквально по готовности наших торгующих организаций В этот раз у нас будет 297 участников Это предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию Это оптовые предприятия и торговые предприятия нашего города 15 районов территорий края приедут Это в основном фермерские хозяйства И не только из близлежащих районов Но и отдалённых Такие, как Родинский район Алтайский район Рубцовск Поэтому со своей традиционной продукцией Они приедут и представят её горожанам Нам удалось договориться с фермерами Выставить цену по 12 рублей за килограмм картофель По такой же цене морковь и свекла И лук по 16 рублей за килограмм Это ниже на 20% чем в прошлом году В прошлом году, наверное, начальная цена тоже была достаточно высокая И связана она была в общем с неурожаем овощных культур Но в этом году мы подключаем опять же оптовые предприятия Которые в настоящее время закупают овощи в других территориях Поэтому цена будет, я думаю, что она ещё будет снижаться Но тем не менее она уже на сегодня ниже чем в прошлом году Давайте в целом ещё о ценах По сравнению с прошлогодней осенней ярмаркой Значительно ли изменились? Вот про овощи вы уже сказали Ну вот я назвал цифру 20% И надо сказать, что в этом году мы договорились с фермерскими хозяйствами Остановить цену на мясо У нас вот килограмм говядины 180 рублей Свинины 150 рублей Мы практически весь год держали цену эту Вот в прошлый год и в этом году по этой же цене будем торговать Скажите, а продолжится ли практика, которую использовали уже ранее волонтёры? Будут помогать пожилым людям доносить продукты до их домов? Ну, обычно такую практику мы используем в период массовой заготовки овощей У нас эта заготовка начнётся и будет основной ярмаркой будет 28 сентября Вот поэтому, ну и 21-го тоже такой услугой могут горожане, особенно престарелые, воспользоваться Сколько всего ярмарок планируете провести до наступления серьёзных холодов? Ну, всё будет зависеть от погоды Ну, по крайней мере, ещё ярмарок 10-12, наверное, будет Всё будет зависеть от погоды Вот сегодня, на сегодняшний день погода нам позволяет уже начать эти ярмарки Вот, без особого ущерба для качества реализуемой продукции В эту субботу куда могут приходить барнаульцы за продуктами? Ну, барнаульцам, в принципе, наверное, не надо рекламировать места Они все широко известные, районные все площадки Единственное, что в центральном районе площадка поменяется С партизанской 122 площадка переедет, ярмарка переедет на красноармейский 36 А если говорить о товарообороте, он солидный? Товарооборот, вот если сравнивать его с прошлым годом То мы, в принципе, идём несколько с превышением На 5 миллионов, ну, около 40 миллионов мы уже товарооборот сделали Вот за прошедший период года это на 5 миллионов больше, чем в прошлом году А вообще думаем, что и ожидаем основную прибавку товарооборота Именно растениями ярмарками, когда начнётся массовая заготовка именно овощей Спасибо вам за встречу Пожалуйста Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Александр Иванович Пугач Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Каждую субботу Добрый вечер, итоги недели мы сегодня подведём вместе с гостем Вместе с Татьяной Голубевой итоги недели подводят писатели, спортсмены, врачи, музыканты и предприниматели Я думаю, что это только на благо города Броново События политической, социальной Безобразие просто Очень неприятно и стыдно Культурная и спортивная жизни столицы края глазами тех, кто живёт в этом городе Жителям должно быть удобно Гость студии в эту субботу Анна Ефремушкина Домашнее задание школьникам старших классов могут отменить Такую идею подали московские учителя, а Владимир Путин поддержал инициативу Подобный опыт есть в некоторых западных странах И сейчас педагогическому сообществу президент России поручил проработать этот вопрос Считается, что будущие абитуриенты больше озабочены грядущим поступлением в ВУЗы Поэтому многие усердно готовятся посещать репетиторов А вкупе с выполнением уроков нагрузка получается запредельной К тому же это лишает школьника возможности познавать другую образовательную среду Посещать музеи, театры и учиться с удовольствием Закона проекта пока нет, но предполагается предоставить учащимся 10-11 классов Право самостоятельного выбора, делать или нет домашнее задание А как барнаульцы относятся к этой идее? Стоит ли отменить выполнение уроков старшеклассникам? Если они выбрали уже точное направление, то есть смысл этой прерогативы Ну, наверное, для них будет хорошо Ну, знаний, как бы, они, я не думаю, что много приобретут из-за этого Выполнять? Как выполняли мы Я считаю, надо оставить дальше домашнее задание Вот у меня две дочери, одна закончила школу с золотой медалью, другая с серебряной Так вот, которая золотой, она учила эти домашние задания до ночи А младшая вообще не учила их Такого причина, что им не задавали ничего Так что я не знаю даже, как сказать Конечно, предоставить им выбор Ну, сами захотят, значит, он чувствует свои способности, рассчитывает на них Сделает там выбор Домашнее задание, оно нужно Надо закреплять материалы, естественно, это Не стоит У студента может быть, а старшеклассников нет Ну, мне кажется, домашнее задание достаточно полезно А сейчас обзор событий культуры Мы расскажем, зачем в классическом университете открыли фотошколу А в театре музыкальной комедии решили вспомнить хорошо забытое старое Об этом и не только Далее Журналист должен быть универсальным Не только писать, но и снимать на фотокамеру Так решили ВАГУ и открыли фотошколу Пригласили всех желающих из числа студентов Накануне прошло первое занятие В аудитории организаторы обнаружили настоящий аншлаг А среди учеников оказалось много людей, что называется, с улицы В порядке исключения и их зачислили в группу Курс рассчитан на 4 месяца, по 2 встречи в неделю, а преподавать будут мастера фоторепортажа Михаил Хаустов и Олег Богданов Последний стал первооткрывателем Олег Анатольевич произвел какое-то безумное впечатление, потому что на мультимедийном проекторе он показывал свои работы, которые в свое время выигрывали очень престижные международные конкурсы И когда студенты, пришедшие на школу, посмотрели на это, они сказали, мы остаемся здесь навсегда Мы планировали, что занятие будет длиться час-двадцать, вчера оно длилось два с половиной часа И метра мы вытаскивали насильно А в театре музыкальной комедии решили вернуть в репертуар старые, проверенные годами и зрителям спектакли Проект под названием «Хорошо забытая» затеяли в прошлом сезоне Тогда по многочисленным просьбам барнаульцев на сцену вернулись черевички или ночь перед Рождеством Проголосовать можно на официальном сайте театра Кстати, по словам режиссера, на этот раз не обозначили списка претендентов на возвращение Хотят, чтобы зритель сделал самостоятельный выбор, озвучил свои пожелания, хотя уже есть постановки лидеры Конечно, просят вернуть Иисуса, Иисус Христос, суперзвезда, потому что это легендарный спектакль для этого театра Но также «Безумный день» или «Фигаро», то, что у нас шел спектакль на площадке «Девичий переполох» Вновь о театральной жизни Безымянная звезда ровно через месяц на главной сцене драматического Напомним, спектакль музыкальный, много танцев и вокальных партий Позволим себе процитировать высказывания режиссера Владимира Подгородинского Работа идет очень напряженная, но, думаю, творческие задачи, поставленные перед труппой, будут выполнены хорошо Спектакль получается современным, жизненным Что ж, посмотрим 11 октября Напоследок еще немного о фотоискусстве Не секрет, что природа – неисчерпаемый источник вдохновения для людей творчества Какие бы сочетания красок не выбирали художники, только у природы получается сотворить совершенную картину Этих снимков не касалась рука фоторедактора Идеальную симметрию пейзажей на них создала сама природа Смотря на эти фотографии, трудно поверить, что такие места на Земле вообще существуют Желающие принять участие в городском конкурсе на определение лучшей экскурсии лучшего экскурсовода Еще могут подать свои заявки В отделе по развитию туризма администрации города их принимают до 16 сентября Напомним, конкурс проводится уже не впервые, но впервые в осеннее время Участниками могут стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере туризма На первом этапе конкурсанты должны представить на соц. жюри проекты своих экскурсий На втором презентовать экскурсионный маршрут с выездом на место Заявки принимают по адресу улица Короленко, 58, кабинет 18 Телефон для справок 291-141 Напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции Если вам удалось снять любопытное видео, это не обязательно авария или пожар Звоните нам по телефону 693-403 На этот же номер вы можете звонить в случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента Чтобы решить ваши проблемы Мы ждем ваших звонков, напоминая мобильный телефон нашей редакции 693-403 Новости спорта Хоккеисты алтайских беркутов, уступив 2-3, Мечелу в Челябинске взяли вчера убедительный реванш 5-2 Ключом к победе стала потрясающая игра наших в большинстве Они реализовали его трижды Следующие матчи МХЛ-алтайские беркуты проведут на домашней арене 19-20 сентября С юниором-спутником из Нижнего Тагила Начало в 19 часов Продолжит Юрий Боррис Алтай-баскет на сборах в Хорватии провел вторую контрольную встречу На этот раз соперником барнаульцев стал Задар, завоевавший в прошлом чемпионате Хорватии серебряные медали вслед за Цибоной из Загреба Лишь первые три минуты команда с Алтая играла на равных с соперником Тяжелую травму плечевого сустава получил капитан Алтай-баскета Василий Гладышев Насколько серьезно повреждение станет известно после медобследования Барнаульцы нашли в себе силы достойно завершить матч 52-67 в пользу хорватского Задара Алтай-баскет провел прошедший сезон И учитывая, что поддержка из краевого бюджета увеличивается Пойдя навстречу болельщикам, сделал вход в этом сезоне свободный Борец Виталий Щур выиграл в Красноярске всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона Алексея Шумакова Спортсмен, представляющий новоалтайский клуб чемпионы училища Олимпийского резерва Занял первое место в весовой категории до 120 килограммов Тренируется у Владимира Кучера Бронзовым призером стал Николай Баюнов, выступающий в категории до 66 В матче последнего тура чемпионата Барнаула по футболу Динамо встречалась с одним из претендентов на золотые медали полимером Это вот на привычной позиции в центре поля Сергей Зеленов, но в совсем непривычной для себя желтой футболке полимера В конце матча 17-летний Артем Вдовин первым успел на добивание в чужой штрафной площади и открыл счет Тем временем на стадионе стало уже настолько темно, что главный судья принял решение приостановить игру Тренер полимера со скандалом увел своих с поля Плохо играть, мяча практически не видно Там где-то желтый, где-то синий, да, и все? Да Грузишь туда? Ну, первый раз при таких условиях играем, да, вообще вечером как-то непривычно играть И поэтому непросто играть Минут через 15 продолжили при едва разгоревшемся искусственном освещении, чего не было на центральной арене, очень давно Полимер навалился на ворота хозяев и все-таки смог сравнять счет Отличился Алексей Сорочкин 1-1 с 16 очками динамовцы заняли пятое место в Барнауле Чемпионом стала команда, выступающая под лозунгом одной политической партии Второе место в городе занял Арагац, полимер, бронзовый призер Юрий Борлис, Кирилл Политов, Александр Антропов, Андрей Печоркин, информационный канал «Город» В пятницу в краевой столице пасмурно, северо-западный умеренный ветер, ночью до пяти, днем до пятнадцати выше нуля Завтра о событиях нового дня До встречи Редактор субтитров А.Семкин